Всем привет! Добрый день! Тут доктор Хейфец опять, господин Орлов. Мы собрались посадить... С Новым Гэддом! Гэддом, да. Здрасте! Здрасте! Как настроение? Спросил полковник и заскрепил кобурой. Да. Мы буквально сто лет не собирались. Или сто пятьдесят. Что-то такое. Я сильно виноват. Меня очень долго не было в Москал. Я вот буквально недавно упал вместе со снегом на голову. Здравствуйте! 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 Собрались мы опять на Новом Арбате. В этот раз зачем-то пошли в Старбакс. Ну и ладно. А нет, закроют кофеин. Кофеин закрыли. Там прорвало этот унитаз. Это ты сходил? Нет. Это Новый Год начался. Год дебилово металлического кролика. Это мы так подходим к нашей основной теме. И год мохнатого русского скота. А у нас нет никакой темы. Нет, у нас есть тема. Мы подводим и тохи. И тохи? Да. И тохас. Вот этот вот тохас подводит и тохас. Так, давайте по очереди. Иначе мы никак не подведем. По очереди. Я предлагаю, чтобы Саша Орлов. Как самый тихий. Нет, нет. Самый светлый. Самый светлый из нас. И уравновешенный. Начал подводить итоги года. Потому что если он задаст хороший тон, то может быть я удержусь от мерзостей, которые меня разрывают. Да. А если я задам, никто уже из вас ни от чего не удержит. Да. У Господина Хефитов всегда полно дерьма, поэтому лучше обратимся. Я инфекционист. Сегодня мы обратимся к моему дерьму. Добрый день. Да. Саша, давай. Не чем особенно порадовать, утешить и обнадежить тех, кто нас слушает. Потому что итоги года для меня, они оказались во многом связаны с итогами последнего месяца. Может быть двух. Ну да. Может быть трех. И они, ну они таковы, какими вы все их знаете. В общем, мягко говоря, хорошего мало. Для огромной страны, которая, как выясняется, живет ощущениями одного конкретного человека, это в общем страшное дело. И это основной итог для меня, который перекрыл впечатления от всех остальных итогов. Может быть начало года и даже середина. И даже этой жары, которая совершенно померкла перед тем, что произошло за последние полторы-две недели. И поэтому я думаю, что в самое время, если доктор Хейфиц по этому поводу выскажет свой оптимизм. Я в конце. Да, он в конце. Потом я скажу. Хорошо. Он будет кричать все оставшиеся минуты. Хорошо. В общем, как ни крутив, все равно я не могу избежать политической темы, потому что только она и занимает мой могучий ум, по крайней мере, последнее время. Жить. Да. И здесь я не могу не войти в какие-то подробности. Ну, например. У нас есть два основных странных человека. Других людей вполне практически нет, поэтому имеет смысл поговорить о каждом из них два слова. Человек по имени Д.А. На которого возлагались, на мой взгляд, очень такие странные по своему определению надежды. Ибо как можно думать, что это другой человек, если он находится в той же системе. Меня всегда это изумляло. Когда, в общем, умные люди, аналитики и прочее, очень как-то возлагали. Видимо, это происходило от совершеннейшей безнадеги и имело такой физиологический характер. Ну, потому что нужно во что-то верить, иначе можно просто сразу полезть в петлю. Возможно, в этом дело. И второй человек, с другой аббревиатурой, выяснилось, что он настолько действительно круто силен, что вполне способен единолично решить все, что он хочет решить в рамках этой страны, конкретных человеческих судеб, и решить, разумеется, так, как это нужно ему. И вот это обстоятельство пугает, ну, оно, собственно, и раньше пугало, больше всего. Конечно, каждый из нас живет своей маленькой частной жизнью, и мы не сходим с ума ежеминутно, ежесекундно. Однако нужно понимать, что если такое, в принципе, возможно в стране, в которой мы живем, это означает, что постепенно вот эта воля одного человека спускается на все уровни ниже. на уровень своего участкового, на уровень любого милиционера, которого мы встречаем. И выясняется, что он тоже на своем маленьком месте может появить примерно то же самое. То есть быть абсолютно безнаказанным и неподсуханным. Потому что система защищает своих, иначе она развалится. И она всегда будет защищать своих. плохая система, не неправильная система. Ну, с другой стороны, в каком-то смысле мы все взрослые люди, и мы всю свою жизнь прожили в подобной системе. Она несколько отличалась, но, в общем, она точно так же не ценила психологическую жизнь, как и эти, господа. Поэтому, к счастью, некий иммунитет у нас есть. Это не очень радостная новость, но это лучше, чем ничего. Вот таковы, вкратце, мои впечатления прошедшего года. Собственно говоря, это все, что у тебя от года осталось, да? То есть какое-то, по большому счету, одно событие вытеснило вообще к чертовой матери все. Да, так получилось. Это очень грустно, наверное. Просто для меня год, ну, я не назову его лучшедшим, потому что я очень серьезно отношусь к китайскому, собственно говоря, к календарю. Да. У меня еще год не кончился. А ты серьезно относишься? Абсолютно серьезно отношусь. И не югерянский, не югерянский календарь, как бы я вот так серьезно не... Конечно нет, я в нем живу. Я понимаю. У меня еще год не закончился, да. Поэтому я назову его уходящим, ну, в принципе, ушедшим для большинства народа, так или иначе. Вот в том году событий было много больше. Как ни странно, хоть я в том году много суетился, очень часто бесполезно. Было много окончательных крахов некоторых проектов, которые так иначе пытался сделать. Не самый лучший, может быть, финансовый год, но мне почему-то он понравился. Он был в целом, для меня показался позитивным. Хотя была вот эта гарь в Москве, вообще с погодой творилось что-то страшное по всей планете. Вот эти жуткие, ужасные пожары, это дудушье в Москве, пожары в регионах и так далее. Вот это невероятная зима, которая наступила вот у нас осенью и сейчас. Страшно такая вот снежная, лютая, с кучей тоже проблем, катаклизмов и в Европе, и в Америке, и в России, то есть много где. То есть я уже об этом писал у себя в блоге, что я считаю, природа за дурацкое поведение человека так иначе начинает уже просто ему тыкать его мордой, как котенка в дерьмо. И показывать, тень, знай свое место, говорить. Поэтому, соответственно, я думаю, что вот это так, а не иначе. Я об этом написал, не буду распространяться. И вообще, как ни странно, если говорить об отрицательных событиях в России как таковой, имя был напичкан как раз уходящий месяц-два, это и упомянуты Сашей судебные процессы, это некоторые другие события, это и коллапс в аэропортах Москвы, это и масса других событий непонятных мне. Но в целом, как бы что ни было, я оценил год как более положительный для меня, чем 2009, предположим, год и некоторые другие. Оценивать его. Какие-то новые события были. Технически много чего нового повнесло. Для меня это очень важно. Некоторые девайсы, скажем так, появились в мире девайсоману, это интересно. Некоторые люди появились интересные. Много чего было. Но в целом, конечно, для России, наверное, самое яркое было то, чтобы ему Саша, я не сильно размахивая политическим флагом, могу сказать, что я считаю это большой ошибкой главного руководителя страны. Потому что сам, как руководитель с многолетним стажем, я считаю, что иногда выгоднее решить проблему другим путем. Наоборот, пойти на некое такое, скажем так, миротворческое соглашение или еще что-то такое. Сделать некий жест добровольный. Потому что я не вижу, честно говоря, какую большую такую беду. И в чем, извиняюсь, половая разница между человеком, сидящим в тюрьме, который может писать сообщения, встречаться с писателями. Как угодно, в принципе, носить информацию. Писать статьи, книги, все что угодно. В чем разница между, предположим, неким Касьяновым, ходящим на свободе Немцовым, которого сегодня судят, и, предположим, тем же Ходорковским, сидящим в тюрьме. И они же между ними разницами. Зачем нужно одного держать в тюрьме, другого не держать в тюрьме. Я этого не понимаю. И, честно говоря, выпущенный считаю из тюрьмы, он представляет намного меньше опасности для власти, чем в тюрьме сидящей. Но это мое дурацкое мнение. На этом я, наверное, передам кричалку господину Хейфицу. Пусть он уже выскажет свое мнение по поводу года и вообще всего. А мне ничего не остается сказать. Ну, неужели? Абсолютно. Впервые, может быть, за все годы. Мы заткнули Хейфицу. Я только сегодня понял, как здорово отдавать первенство другим. Такая возможность сочкануть. Ну, как в гопом сексе. Я только, может быть, выделю несколько нюансов. Я поддержу Андрюшу в том, что я вынужден след за ним разделить. Дело в том, что я с 14 лет более или менее регулярно пишу стихи. И, собственно, с 14 лет поэтому я веду жизнь, никак не связанную с жизнью государства. Моя главная жизнь – это жизнь поэта. В этом смысле 2010 год был для меня превосходным годом. Я, тьфу-тьфу-тьфу, очень много лет, очень много пишу. Да, все это в стол. Ну, если не считать то, что я выкладываю все это на сайт и в Facebook. Все это в стол. Но ведь поэзии все равно, куда ты что выкладываешь. Она к тебе или приходит, или не приходит. Поэтому в творческом смысле, в смысле моей личной, поэтической, душевной, духовной, как хотите назовите, жизни год был замечательный. Собственно, это ощущение разделения между своей жизнью и жизнью государства во мне очень активно, по счастью, поддерживает моя мудрая жена. Мы с ней, когда встретились в 1991 году, так сразу начали жить. И у нас вот четкое разделение совершенно. Что вот есть вот твоя жизнь, главная жизнь, жизнь твоей души, жизнь для себя. Жизнь, как она, собственно, и называется жизнью. Да? А есть то, что происходит вокруг тебя, то, что делает вокруг тебя вот этот аппарат насилия, который называется государством. Вот. Поэтому я, так сказать, разделяю. В этом смысле 2010 год, 2009 и все десятилетие так называемых десятых годов было у меня просто превосходно. Вот. Теперь в том, я хочу откликнуться на... Это же ты сказал, Сашенька, да? Что ты не понимаешь, почему надежды были какие-то на Дмитрия Анатольевича Индведева, да? Вот тут я, подводя итоги года, могу сказать, что мне, так сказать, абсолютно понятно, почему это происходит. Дело в том, что есть пример Михаила Сергеевича Горбачева. Человека, который вырос в недрах коммунистической системы, клялся ей на крови, как все партийные бонзы совершил обрезание совести и души. И вдруг в 1985 году предстал перед нами как человек, который не может не делать того, что он делает. Причем это было видно, он боится, Саша, того, что он делает, и не понимает, куда идти, и юлит, и тормозит, и крутится на этом месте. Я не уверен, что сейчас стоит это развить. Нет, нет, я просто говорю тебе, почему... Я понимаю, но просто я, конечно, это разные вещи. Абсолютно. Но понятно, почему были надежды. Так, да? Да. Нет, но люди, один раз получив пример, они говорят себе, да, пребывание в недрах системы кладет на человека кайновую печать. Но ведь был же Горбачев, говорят себе люди. Ведь за люди его предали. Ну, это другой вопрос. Да, вот это вот тебе такое ловерды относительно того, почему надежды. Теперь вот что касается итогов года как таковых, да? Я считаю, что нельзя подводить итоги 2010 года, не подводя итог к 70-м годам. Да, уже целый эпоху. То есть, 2010 год завершил, завершил эпоху правления Путина. Нулевые завершил. Да, и это совершенно ужасный итог, потому что за годы правления Путина Россия абсолютно потеряла все робкие попытки стать демократической страной. Другой вопрос, нужно ли ей это? Я думаю, не нужно. Посмотреть всю историю России иногда не было, и это не нужно. Правильно, согласен. Абсолютному большинству населения нашей страны демократия никакая не нужна. Потому что демократия это личная ответственность. Да. А палладиум российского человека это тотальное бегство от любой ответственности. на любых уровнях. Это не дело плохим или что-то. Нет, это черта характера. Да, да, да. Поэтому демократия вообще не свойственна русскому, скажу так, национальному, интернациональному сознанию. Не только русскому, русскому в том числе. Я не знаю про это. Я говорю сейчас о России. Это можно говорить, может быть, о Нигерии, может быть, можно говорить и про Сомали. Я ничего не знаю. Я говорю сейчас про Россию, да? Несвойственно это нам. Поэтому, значит, Путин, ориентируясь на мнение и на эмоции большинства населения, которое, собственно, его и поддерживает, проводит политику усекновения демократических ресурсов. Политика эта закончилась. И вообще правление Владимира Владимировича подошло к концу. Ты думаешь? Абсолютно. Он погубил себя, посадив Ходорковского и Лебедева в очередной раз на 14 лет. Он не понимает этого сейчас. Потому что он думает, что он взял Бога за бороду и всем командует. Это вообще ошибка, свойственная Комитету Государственной Безопасности. Я думаю, в данном случае... Они всегда думают, что они держат нас всех за горло. Всегда думают. И что они в любой момент смогут дернуть рычаг и нажать кнопку, и рвануть, так сказать, рычаг катапультой. Ничего подобного. Раз за разом они делают одну и ту же ошибку. Они упускают момент, когда резьба сорвана. И гайка дальше закручиваться не будет. Так вот, Владимир Владимирович к своему изумлению очень скоро увидит, что вот этот вот страшный приговор... Кстати, Ходорковский не будет сидеть никакие 14 лет. Я в этом совершенно убежден. И Лебедев не будет сидеть никакие 14 лет. Я в этом совершенно убежден. Другое дело, что не факт, что он выйдет на свободу раньше. Потому что если Владимир Владимирович будет продолжать эту политику, которую он сейчас ведет, ему просто придется Ходорковского и Лебедева убить. Потому что они стремительно набирают вес, стремительно становятся все более опасными для него. Чем больше он их гнобит, тем большую роль они начинают играть в российской, и не побоюсь этого слова, в мировой политике. Поэтому еще раз хочу сказать, Владимир Владимирович подписал себе смертный приговор, дав Ходорковскому и Лебедеву эти убийственные сроки. А самое смешное, я не вижу никакой разницы между Ходорковским и любым другим бизнесменом. Я тебе объясню эту разницу, если хочешь. Как я ее понимаю. Значит, они все играли по одним и тем же правилам. Никто закона не нарушал. Законы в те годы были такие, что они позволяли человеку трактовать правила уплаты налогов. Понимаешь, да? Я в том случае говорю, что разница между Ходорковским и сидящим в тюрьме, и Гусинским и не сидящим в тюрьме, я ее не вижу. А я вижу. Разница заключается в том, что все, что говорит Гусинский, равно нулю, потому что он не сидит в тюрьме. А все, что говорит Ходорковский, набирает стремительно вес, потому что он сидит в тюрьме. Это ровно то, о чем я сказал в самом начале. Что ошибка была посадить к тюрьме. Конечно. Надо было отпустить его к Гусинскому. Безусловно. Безусловно. Когда же работают в старый рефлекс. Вот. Это комитет. Если вообще думать. Это комитет. Ребята, Владимир Владимирович Путин прекрасно обучен в тех учебных заведениях, в которых он учился. И он руководствуется не работой ума и невелениями сердца, он руководствуется комитетскими рефлексами. Эти рефлексы вбиты в него намертво, он их раб. Он ничего не может сделать. Поэтому он не мог не посадить Ходорковского. Вот трагедия-то в чем? Что он не может не делать того, что он делает. Его пожалеть в форум. Конечно. Так его и жалеют. Не Ходорковского даже. Нет. Посмотри, сколько постов о том, что он болен, о том, что он несчастен, о том, что кроме собак никто его не любит. Посмотри, весь Фейсбук об этом кричит. Это правда. Его огромное количество людей уже жалеет. Его жалеет Акунин. Его жалеет, простите, моя жена. Его жалеет масса людей, которые пишут и размещают свои статьи на разных сайтах. Поэтому, конечно, он глубоко несчастен. Он совершенно обезлюбленный и одинок. Я не жалею. Я думаю, что он дает себе отчет, что он делает. Так и я его не жалею. Тут слово «жалость» носит другой характер. Это скорее не жалость, а понимание тяжелейшего положения, в котором находится человек. Я там просто говорю, что я считаю, что он дает себе отчет. И, возможно, это мы, идиоты, не понимаем какой-то более тонкой политики. Нет, он отдает себе отчет. Просто он ничего не может сделать. Я же сказал, что он дурак. Он прекрасно понимает, что происходит. Я думаю, нет тонкости как таковых. Здесь все, по-моему, очень простые вещи. Это тонкость заключается в том, Саш, я просто повторю, да? Что он не может не делать того, что он делает, прекрасно понимая, что это... Что ему это невыгодно. Это никому не выгодно. Просто он руководствуется рефлексами, которые вбиты в него под самую шляпку. Ну, знаешь, рефлексами, рефлексами, но если он вменяемый медицинский здоровый... Нет, он не вменяемый. Ты не понимаешь, он зомбирован. Ты хочешь сказать, что он не может... Не то, что не хочет, а не может подняться своими рефлексами. Не может, не может. Вот в этом я не уверен. А я уверен, потому что обучение в высшей школе, как... Саш, туда берут и оттуда выходят люди, исключительно штампованные на конвейере. Они все проходят определенные фильеры. Ты работал? Ты там учил? Ну, я знаю, что говорю. Ты даже не... Пастернака не читал, но знал, что враг. Я Пастернака читал. Я просто не хочу сейчас... Ну, Юрий, ну, субтитры, были же примеры, когда из той среды выходили люди, проработав там много лет. Саш, Саш, ты... Саш, ты... Ну, Саш, всякое... А что он дропов? Я такой, что он дропов? Да ну, исключение любые, они есть, но они всегда подтверждают правила. Игру, и дамы, и вся. Были, и есть, и будут. Ну, ты, Вадимыч пока не относится к их числу. Овый. Может быть, что изменится. Я думаю, что внутри проведешь параллели. Я провожу параллели, я не провожу параллели. Нет, выводя формулу от некого, скажем так, заведения, влияющего в принципе на людей. Да, не в принципе на людей, на тех, кто там учится. Человек, который попал туда и прошел там все обучение, это конченый человек. Это абсолютно конченый человек. Это большой брат, сколь угодно маленького размера, но это всегда большой брат. Ты считаешь, любое учебное заведение такое? Не любое. Да ты меня не слышишь, что ли? Я говорю о высших школах МГУ. Ой. А высших школах КГБ. Я говорю о высших учебных заведениях системы КГБ. Люди, которые закончили их, это конченые люди. Даже если они это понимают. Я с тобой в корне не согласен. Ну, окей, ты имеешь на это право. Таким образом, итоги десятилетия связаны как раз с тем, что страной правит один из таких конченых людей, которые поддерживаем абсолютным большинством российского населения. Вот. И вот это главное. Вот. Совершенно верно. Российское население это устраивает. Абсолютно устраивает. Сто процентов. Потому что всем понятно, что как только это перестанет устраивать население, там будет другой человек. Безусловно. Как в любой стране. Безусловно. Ровно так и есть. Так я и говорю. У нас, которая есть, потому что она устраивает большинство людей. Так я же и не говорю, что господин Путин мучитель российского народа. Нет, нет. Вовсе нет. Он реально популярен. Он его воплощение. Он его зеркало, имеющее свойство увеличить хвостекла. Более того, большинство людей много больше устраивает текущая сейчас ситуация, чем Ельцарь, и тем более, чем Горбачев. Горбачев мне сказал, как раз большинство людей. Последнее, что я хочу сказать, что меня очень тревожит. Меня очень тревожит то, что период правления господина Путина пришелся на такой период, когда так называемый Запад, то есть страны Евросоюза и США, являют собой точную копию Запада конца 30-х годов 20-го века. Европа и США сегодня демонстрируют практически абсолютную продажность, полное безволие, стопроцентное подчинение грубой личной выгоде и абсолютное непонимание своей миссии. Если бы Запад, как во времена Рейгана, консолидированно противостоял политике Путина, то она была бы совершенно другой. Потому что если у Владимира Владимировича арестовывают его личные счета и лишают его визы, и прекращают с ним всяческие отношения, как это было в истории Советского Союза и западных государств, то Владимир Владимирович не мог бы ни посадить Ходорковского на 14 лет, ни осуществить огромное количество тех мерзостей, которые он осуществил. Каждый свой поступок он совершал был с колоссальной оглядкой. Сегодня, посадив всех на нефтяную газовую иглу, всех по очереди купив и преподнеся господину Обаме свой стакан нефти, госпожа Меркель свой стакан нефти, значит, господину Берлускони свой стакан нефти, господин Путин куражится. Он не встречает организованного сопротивления со стороны западных держав. Как ты встречал же, господин Гитлер? К чему это привело? Ну, все, ваше сказано только что, как обычно, является весьма спорным темпом. Естественно. Потому что у Иосифа Виссарионовича не было счетов назад. Ему вполне хватало масштабов и рамок этой страны, чтобы дизель быть единоличным богом. А, Саша. Иосиф Виссарионович Сталин был бессребренник. Возможно. Ему не нужны были дорогие машины. Возможно. Вилы. Но его окружали... Бессребренники же. Разные люди. А иначе бы он их убил. Разные люди. Саша, он бы их убил. Еще ниже были бессребренники. Да, и так далее. Я просто думаю о том, что по большому счету уповать на то, чтобы... Вот если бы Запад вёл себя, как надо по отношению к Путину... Было бы по-другому многое. Вот тогда, для такой страны, как Россия. Или для любой другой страны. Да. Действительно что-то поменялось бы. Поменялось бы. Я считаю, что это иллюзия, потому что поменять может только пардон народ. Люди, живущие здесь. Действительно поменять страны. Саша, послушай меня. Я объяснил, как надо. Ну, жестко допустим. Значит, страны, вставшие на путь демократического развития. Я не говорю достигшие рафинированной стадии демократии. Таких стран нет на свете. Я говорю, страны, вставшие на путь демократического развития, видя, как бесчинствуют международные хулиганы-бандиты, а будем называть вещи своими именами, Россия ведёт себе именно так, на международной арене, должны оказать и организованное сопротивление, которое заключается в элементарных шагах. Первый шаг – арест личных авуаров. Господин Путин не держит свои деньги Сбербанке. И ни один из господ чиновников, окружающих господина Путина, не держит в Сбербанке свои деньги. И те, кому надо, прекрасно знают номера счетов и адреса банков, где эти счета расположены. И второе – лишение режима личных виз. Я, безусловно, не говорю, что это изменило бы менталитет российского народа. Я не говорю о том, что это привело бы к революции в России. Мне это и не надо. Почему это привело? Это привело бы к тому, что господин Путин не смог бы, повторяю, столь безоглядно и четко совершить те отвратительные поступки, которые он совершил бы. В частности… То есть он не смог бы совершить свои самые отвратительные поступки. Скажем так. Но лично меня это бы очень сильно уже устраивает. Потому что когда господин Горбачев… Извини, можно я добавлю? При господине Горбачеве Советский Союз не был демократической страной. Правда? Продолжались на международной арене все те безобразия и внутри, которые продолжались. Правда? Но господин Горбачев очень сильно оглядывался в своем поведении на мнение западной державы. И вы-то это помните, не мне это вам доказывать. Так вот, точно так же оглядывался бы и господин Путин. Лично меня это устроило бы страшно. Потому что я знаю, что Россия демократической страной не будет никогда. И меня, Саша, устраивают, знаешь, вот минимальные вещи, да? Вот у всякой мерзости есть степень. Вот мне бы просто хотелось, чтобы мерзость, которой я сейчас дышу, была бы растворена в большей степени в окружающем воздухе. Не была бы такой концентрирования. И мне, мне кажется, к тебе тогда есть два вопроса. Первый вопрос. Если, собственно говоря, все страны, как ты говоришь, не хотят игнорировать вот эту ситуацию, то, значит, их это устраивает. Конечно. Значит, это часть общей мировой политики. Слушай, моей жене в эфир позвонил человек, который ей сказал следующее. Я работал много лет в одной немецкой фирме, сказала. Да? Он позвонил ей из Санкт-Петербурга. Фирмой руководил немец, который сказал, да пусть тут расстреляют всех, я все равно буду работать в России. Потому что таких денег, сказал он, я не заработаю вовремя. Это волшебная вещь. Вот это волшебная вещь. Вот моя, так сказать, претензия. Она вот в этом заключается. Поэтому, соответственно, весь мировой бизнес, все мировое управление, оно построено так, что та власть, которая в данной стране, если она устраивает данный народ, неважно, какая-то страна, странных очень много, то, соответственно, она будет такой. И не наше собачье дело вмешиваться в чужую политику. Но я не вмешиваю. Не-не, я не про нас говорю. Я говорю, что, в принципе, по отношению всех стран к России, к некоторым другим странам, она будет ровно так, как она будет. И я считаю, к тому же самого Лукашенко, такое отрицательное отношение к другим странам, потому что Беларусь просто не представляет никакого интереса. Совершенно верно. Если бы она представляла какой-то исторический интерес, то никаких проблем бы не было. Кого бы никак молотили в Беларуси. Я просто хочу... Это и цинизм. Это бизнес. Ничего личного, только бизнес. Безусловно, это суперцинизм. Я просто напоминаю, к чему это привело в конце 30-х годов. Контакты с Германией тоже всех устраивали. Поначалу. Тоже был огромный режим личной выгоды. Потому что немцы заказывали комплектующие для своей промышленности. Ну, не мне вам рассказать, да? Казалось бы, можно вспомнить урок, что если ты кормишь питбуля сырым мясом... на уроке никогда не вспоминаешь. Совершенно верно. То есть в очередной раз история учит настолько тому, что она никого, ничему не учит. Тогда, Юра, я тебе задам волшебный вопрос, который наверняка задают масса слушателей. Я, как говорится, представляю слушателей, задам тебе этот вопрос. А чего ж тогда не уедешь из России? Я не уезжаю из России... Не обожаю эти вопросы. Почему? Это очень простой хороший вопрос. Я отвечу за Юра. Давай. Я завтра уеду из России, как только мне позволят это мои семейные обстоятельства. То есть равно так. Настолько ты не хочешь здесь жить? Я здесь не буду жить. Я жду, когда решатся мои личные семейные обстоятельства. Я не могу уехать из страны, бросив на произвол судьбы людей, которые от меня зависят. Но это все, что меня держит в России. Я давно для себя принял решение. Еще до того, как господин Путин дал последний срок на счет господину Ходорковскому. Я не буду здесь жить. То есть, грубо говоря, в 90-е... для тебя ситуация была по-другому. В конце 90-е годы... Когда ты ничего не был приятным. Я тебе больше скажу. Когда в 73-м году на очередной беседе в КГБ, я так скажу, мне сказал господин полковник, что такие люди, как вы, не должны жить в СССР. Вы враг, и будь моя воля, я бы вас выкинул отсюда своей рукой. И потом, когда евреям разрешили выезд в Израиль, мне на других беседах в КГБ предлагали просто. Илья Борисович, давайте мы вас депортируем. Хотите в Израиль? Я спокойно говорил, это моя родина, я здесь буду жить всегда. Знаешь почему? Потому что я знал, зачем я здесь живу. Сейчас не знаю. Нет. Ну так, на самом деле, есть великая в этом правда. Может, как ты, не должны жить в России? Может быть. Может быть. Но, боюсь, будут. Ну, это я не знаю. И будете мутить воду. И тогда у него появляется совершенно феноменальная функция, свойственная вообще российским поэтам. По большому счету. Достаточно просто вспомнить конкретных людей. Когда он хочет, не может, живет. И, соответственно, делает то, что он делает, и это остается. Но это Бродский. Жить здесь невозможно, уехать отсюда немыслимо. Сказал он за несколько недель до своего объекта. Это просто такая судьба, конкретный человек. Ну, окей. Нет, но я спокойно отвечаю на этот вопрос, Андрюш. Я говорю, мне просто не на кого оставить людей, которые от меня зависят. Ну, конечно. Если бы мы были с Машкой вдвоем, завтра бы вообще. Уж нет евреев, есть куда уезжать. Да, вам проще. Спасибо. Соответственно, когда это уже в сторону от итогов года, это единственное тоже, ты так же, как ты, Саша, это все, что ты можешь сказать по итогам года. Ну, я думаю, я сказал немало. Ну, ты в основном покричал на одну тему. На какую? Нет, Я же сказал, что я разделил, Андрюш. Да, принцесса согласен. Я разделил. Человек, который зайдет в Фейсбук, увидит, что я очень много пишу у меня, слава Богу. По творческом смысле прекрасный был бы. Ты у нас очень сильно фейсбукился. Фейсбук, я считаю, для тебя открытым наверное, в 2010 году. Это правда. Это тебе спасибо огромное. Потому что до этого жижи у тебя не пошло. Нет, жижи у тебя не пошло. На блоге у тебя тоже как-то виало идет. Не пошло. На твоем личном сайте. Форум тоже не пошел. Твой личный сайт как-то виало тоже. Виало, несмотря на весь тот кошмар, который мы называем итоги года, доктор Хейфиц потихонечку идет в реализацию. Да. И это прекрасно. Да. Значит, все будет продолжаться и возможно даже здесь. Ради бога. Ничего не загадываю. Ничего. Это всего лишь жизнь это пройдет. Да. Ничего не загадываю. Доктор Хейфиц в Новый год настроен очень агрессивно и пессимистически. Не правда это. Я такого в своих словах не уловил. Мне кажется, я настроен реалистически. Чемного нервничал. Чемного нервничал. Я вообще нервный человек. Это вообще на свойстве. Холерик чертов. Нет, я не холерик. Нет, я что-то, я не холерик. Ну ладно. Я скорее меланхолик с сангвиническими приступами. У-у-у. Какая гадость. Да. Это ваше заливное. Нытик, короче говоря, если перевести на русский язык то, что ты сейчас сказал. Нытик, пожалуйста. Вот поэтому доктор Хейфиц являюсь нытиком. Немножко на вас сказал в итоге года. Да. Я в отличие от этих двух нытиков год считаю положительным. Как я уже сказал. И так или иначе все нам пророчат, что я как бы одиннадцатый год будет еще короче, чем десятый. Поэтому если верить в двух нытиков он будет еще хуже. А если верить нет, он будет еще лучше. Ну и хорошо. Значит, в общем, мы сошлись в ноль. Потому что размер твоего оптимизма он покрывает. Да. Мой размер покрывает ваш размер. Тут жалко, что нет видео-трансляции. Но многие помнят наш размер. А я и отключил, чтобы ваш пакабный рожень никто не видел больше. Это правда. Вопрос уже не рожень, а размер. Да, да. Тем более, если мы в размере нам придется поставить 18+. Зачем нам это надо? Не надо. Не надо. Не хочу. У нас, кстати, детский формат вещания. Детей младшего школьного. Да, да. Действительно. Действительно. Мы несем всякую чушь, собственно говоря. И на этой чуши, наверное, мы бы, в принципе, закругляли. Мы поздравим. Поздравим. Да, хорошие люди. Здоровье, любви, творчество. Любви, да. Я вот буквально сегодня вывесил Томмазо Альбинони в том же самом фейсбуке как самую, пожалуй, популярную, самую раскрученную любовную песню, которая почему-то играет на похоронах. Александр Альбеон не считал этой вообще песней любви. Да. Ну вот. Значит, такая любовь у него была. Ну, что сделать. Поэтому я пожелал вам всем любви. Может, он любил умершую? Не знаю. Он не думал, что это музыка для умершего. Ставь его. Ты как Сталин прям поставь на место Лазарь. Фоныш, да? О, мюзик! Мюзик! Прекрасный танцов. Да, да, да. И в финале мы желаем вам хорошего, нового кошачьего кроличьего года. И как три старых кота. С кота. До свиданькаемся. Надеемся, что мы еще может когда... О, и музыку выключить. Плодитеся и отдастся вам. Да, да, да. И всего вам, всего вам хорошего в наступающем году. Ура! Джингл Белл! Джингл Белл! 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 Белл!